Добрый день! Можно вас на минуточку, пожалуйста? Добрый. А что вы хотели? Ничего особенного. Просто поинтересоваться, как у вас дела, как мило, можно ли ее увидеть. Что такое? Она опять сбежала? Вы соцслужбы, да? Нет. Нет. Я обычный неравнодушный гажетонин. Готовый помочь с поисками. Мы пока не обращались в полицию. И не надо в полицию. Мы сами ее найдем. Но для начала надо дать объявление. Ведь все поиски начинаются с объявлений. Не так ли? Извините, мне надо обсудить с мужем. Все, все, все. Успокойтесь. Я не с того начала. Меня зовут Агата. Марина. Очень приятно, Марина. Пригласите меня в дом. Марина. Вы в порядке? Да. Да. Просто очень за милочку переживаю. С ней все хорошо. Не переживайте. Здравствуйте, призраки. Завтра Со мной так все время нельзя Для героев Фатальность Безнадежна Смешна Здесь большая игра Пленных не брали в расчет Женщина Женщина твой Ядовитый укус роковой Мы как будто бы Были знакомы Но забыли Куда нам писать Куда выслать Циты Тут не нужно Больше шутить Больше шутить Призраки Завтра Выходите живыми Будем кутить Будем кутить Ты чего это такое говоришь, а? Я говорю, что я чувствую смерть Пардон А не затруднит указать на конкретную персону? Ты на меня-то больше пальчиком не показывай, а? Кто конкретно? Я не знаю А чего ты не знаешь? Не знаю, значит не знаю В комнате появилась серая материя Как будто бы смерть еще далеко Но она вокруг И что это значит? Конец света Мы все умрем Может у тебя просто сахар упал? У тебя слишком хорошее чувство юмора для ментов Ну, хватит вот этого цапаться Как кошки в марте, ей-богу Да Доброе утро Как скоро приедете? Хорошо, ждем Твоя приемная мама едет Хорошо бы убедиться, что это точно она Новости часа на 108 и 3 Вы новости не любите? Люблю сам выбирать, что слушать А если что-то важное случилось? Если что-то действительно важное То мне позвонят Оригинально Слушаю, товарищ капитан Андрей Петрович, я подумала, что Миле было бы неплохо увидеть маму перед встречей Ну, чтобы это не стало еще одним стрессом для девочки Кто знает, как она себя поведет Резона Поговорите с Милой Скажи, что мы скоро Да, конечно Милочка, девочка моя, ну как ты там? Мама Да, это я Это я Мама едет Милочка, подожди еще немножко, пожалуйста Ладно? Возьмите Все? Ну Я думал, вы подольше поговорите Еще наговоримся Это она Ну и что теперь? Мы же не можем ее обратно отправить Не можем Если ее охотники один раз там нашли, так они их другой найдут Давайте ее спрячем И скажем, что она убежала Ну, извинимся Мол, не доглядели Тем более, что репутация такая у нее уже есть Вообще-то она здесь И сама за себя решать может Поссоединись с матерью Поеду домой где-нибудь по дороге убегу И что ты там будешь делать? Слоняться вот это, бродяжничать Как беспризорница, да? Ну да Нет, это Это не дело Взрослый человек Пожилой даже Вызывали? Вокруг дома никого подозрительного? Да нет, вроде Да, нет или вроде? Нет Сразу сообщайте, если кого-то увидите Понял Добрый день, Жан Иванович Да, Константин Сергеевич Я слушаю вас очень внимательно Нет, вы знаете, сегодня никак не получится Представляете, какие-то хулиганы Разгромили мой кабинет Вот восстанавливаю, очень занят Да, вот такой вот инцидент Но знаете, возможно, возможно Позже Всего доброго Инцидент, кабинет Сколько слов вы украли у французов? Не украли А позаимствовали Че там этот колоброд? Хочешь, чтобы мы приехали А хочешь, а жаба до орехов, до зубов нету? Судя по интонации, Константин Свет Сергеевич Хочет нас нижайше о чем-то попросить А, ну Аннушка Нам вот с Жанчиком Отъехать надо будет На рандеву Чем вас, русских, не устраивает слово встреча? Так, ладно, я в отдел Внученька Бабку с собой захвати Чтобы она помогла полиции свое же убийство раскрыть Аннушка Нам бы вот сейчас как-то вот Держаться бы как-то вот так друг дружки Но вот сейчас не те времена Вот не те Ой, дедуль, вот ты тысячу лет прожил Те времена вообще когда-нибудь были? Конечно были Только я не застал Ладно, пошли О, учись Дипломатия Так, не надо тут лыбиться Дипломатия это греческое слово Оно тоже заимствованное Гриш Гриш, ну прости меня Ну ты же понимаешь, почему я это сделала Я должна пробовать выбраться отсюда Любой ценой Потому что если ничего не делать Гриш, можно просто сойти с ума Отойдите в угол и станьте к нему лицом Гриш, ну зачем ты так? Отойдите в угол И станьте к нему лицом Оно тоже заимствовано Субтитры сделал DimaTorzok Извините, Константин Сергеевич Сегодня гостей не принимает Как ты думаешь, если тебе жопу прострелить И в образовавшуюся дырку палку твою засунуть Константин Сергеевич начнет гостей принимать? Константин Сергеевич Добрый день, Юрий Николаевич Тише, тише, тише Оправдания я бы твои по телефону выслушал Но раз уж я приехал То ты меня послушай Ты мне выходит вместо лекарства фуфло втюхал Ну это если интеллигентно выражаться Не фуфло Сейчас я говорю, да? У меня папа болеет Врачи мало шансов дают А тут лекарство твое А ему выходит От этой жиры твоей Не то, что не лучше Ему хуже стало На производстве какой-то сбой произошел Я тебе Иносказательно отвечу Притчей Жил один Чудила Который пару раз подвел Одного серьезного человека И вот за это Этого Чудилу Подвесили за яйца Согласен Не очень и несказательно получилось Короче Вернешь то, что взял Плюс обиду Ну и теперь папу надо Везти в Израиль лечиться Итого с тебя 20 лямов 20 Прикинь Да, и абсусов своих Верни в общагу Турникет охранять Соберите всех И посмотрите на себя Вы же реально как Оденетесь нормально Костюм у вас есть Не знаю Вашу мочь О, Остраумова Яркое отражение того Что происходит в отделе Извините, опоздала Опоздала Как и весь отдел С раскрываемостью У меня есть зацепка По погибшему на стройке Захар Ты меня вообще не слышишь, да? Я говорю Раскрываемость Нулевая А ты хочешь суицид Переделать В очередной глухарь? Все Работаем А что там у тебя По суициднику? Камеры что-то еще показали? Нет Нашли у него в кармане И что? Ну, это наш суицидник А этого нашли мертвым Месяц назад Алконыряльщик уснул Бухой ванной А этого тоже Недавно нашли С передозом Думаешь, между их смертями Есть какая-то связь? Думаю, да А девушка? Вызвал, уже едет Это свадебные? Ну да Поздравляем Спасибо А что вы ржете? Вы хранители? Или гости на свадьбе У этого жениха? Весело вам? Мне вот не смешно Так может, вы нас тогда и экипируете? Ну Я согласен Дело не в костюмах Дело в том, что Вы призваны Хранить и защищать Можно сказать Главную тайну человечества А вы по факту Даже этот дом Защитить не можете Константин Сергеевич Мы хранители мира Между людьми и вампирами А не между вами И вашими проблемами Нет у нас денег На эти гребаные костюмы Каждый зарабатывает То, как может Вообще не копейки просто Григорий Я напоминаю Что все твои предки Были хранителями И у тебя есть Определенные обязанности Спасибо, что напомнили А ты куда? Да, беременную бабу сторожить Хороший здесь кофе? Неплохой Вам взять? Не, не, спасибо Мне больше одной чашки нельзя А свою я уже выпил Рано утром А почему нельзя? Ну, есть такая Прямая закономерность Чем больше я пью кофе Тем сильнее расстраивается Мой кардиолог Извините, если я Лезу не в свое дело Но если вам Есть что сказать То лучше это сделать Здесь и сейчас Марин Вы просто начните говорить Маринечка Что с вами? Я просто устала Пересядьте в машине Агата, а вам Не кажется Поведение Марины Ну, так сказать Несколько странное У вас есть дети? Нет А у Марины есть Да, милая ей Неродная дочь Но она все равно Ее любит как родную Понимаете Она очень переживает И такое состояние Абсолютно нормальное Просто поверьте Моему опыту Персия Арабия Англевропа Где? О, русский мир Внутри Да Так В общем Спасибо, что пришли В общем Константин Сергеевич Нам все понятно У вас проблемы И вы хотите Чтобы мы Прикрыли Ваше Вражаясь по-французски Версо Что за версо? Жопа ше? Согласен Некоторые слова По-русски точнее Я хочу искренне Перед вами извиниться Я совершил ошибку Решил почему-то Что у меня У самого Получится Делать это Ваше лекарство Ворыжить им хотел Хотел И серьезных людей Подвел Сколько лекарств Надо? О лекарстве Речь уже не идет Они хотят деньги Поможете достать Я разрешу Ольге Рогулке Давайте так Поможем достать Вы отпускаете Ольгу Согласен Какая там цена вопроса? Двадцать Семь миллионов Сколько? Согласен Анна Петровна Анна Петровна Это Виктория Зимина Спасибо, что приехали Мы хотим Вам задать несколько вопросов Надеюсь, это не долго Я тороплюсь Пожалуйста Присаживайтесь Вам знакомы эти люди? Да Мы пару лет назад ходили вместе в турпоход Вы поддерживаете с ними связь? Тетя Аня Милая занята Порисуй пока Я обычно хожу в поход со своими знакомыми Но в тот раз никто не смог И я обратилась в турфирму У них уже была собрана группа на Алтай И я к ней присоединилась А название этой фирмы не помните? Кругосветка А в чем дело? Постарайтесь вспомнить Может что-то произошло в том походе Может вы с кем-то поругались? Я не буду больше ничего говорить Пока не узнаю, что случилось Эти трое мертвы Есть вероятность, что вы следующая жертва Что, серьезно? Это мне надо Спрятаться или уехать куда-то Успокойтесь Это всего лишь предположение То есть как я могу успокоиться, а? Черт Черт Я больше ничего не хочу знать Захар, запроси данные в турфирме По всем, кто был в том походе И узнай, кто делал фотографию Ну показалось, что он что-то боится Мне тоже так показалось Мила, пойдем прогуляемся Да, дедуля За тысячу лет ты, конечно, научился языком чесать Но откуда мы возьмем такие деньги? Со сберкнижки моей снимем Я-то поначалу награбленное французами Хотел Люду Смоленскому раздать Но вовремя понял, что ничего, кроме беды Эти сокровища им не принесут Потому как никогда и не приносили Вернул икону боговерам А остальное в прудике притопил Что не история, а то подвиг Ну что, дедуля, где этот твой пруд? В тихом, безлюдном месте Да, дедуль Тихое и безлюдное место, говоришь? Ну ничего, это тут за посиделки у них Что-то важное, раз телевидение приехало Ну и пусть возится, а мы прудику почапаем Видите, что огорожено, значит посторонний вход запрещен Так, а кто тут посторонний? Кто? Сотрудник местного музея И его французский коллега Посмотрим, как тут все, что тут у вас На территории реконструкции Смоленского сражения Могут находиться только участники Пресса и гости, пожалуйста Слушай, ты не делай вид Что ты меня не узнал Узнал, не узнал, какая разница Аккредитация у вас есть? А совесть у тебя есть? Человек приехал из самой Франции Посмотреть, как в 1812 году Его прапрапрадеду Вот здесь вот харю начистили И ты его хочешь этого лишить? Ничем не могу помочь Участники здесь, все остальные Пожалуйста, агур Да Реконструкция Для вас все война, игрушки В серву плен Ага Проходим, проходим Куда, куда, идти Че ты, куда, куда Не закудакивай мне Просто иди Интересно получается Мы много лет боролись с тем Чтобы очистить улицы От наркоманов А они, оказывается Попрятались от нас В студии звукозаписи А мне нравится такая музыка Музыка? Да у меня так обычно Жевать егорчит На вкус и цвет Ну да, ну да Но вы и помоложе Дело не совсем в этом Мне просто интересно понять О чем они поют А вам, видимо, уже не очень Да я и сам долго думал Почему я все больше Начинаю рассуждать Как старый дед А потом понял Марина А? Знаете почему? Нет Потому что я вправду Старый дед Ну в этом и свои плюсы есть Ну, например, опыт И вот он мне сейчас подсказывает Что вы Чего-то очень боитесь Если вам кто-то Или что-то угрожает Вы можете Об этом сказать мне Я полицейский Агата Представитель социальной службы Сейчас вы в полной безопасности Мы можем все это Спокойно обсудить И решить, что делать Марина Андрей Петрович Абсолютно прав Вы можете быть с нами Абсолютно честно Да все нормально Я просто переживаю За Милочку Пробей мне машину Черный джип Номера Александр 047 Владимир Харитон Регион 740 Спасибо Все нормально Да, не переживай Так Профилактическая мера Ну А почему ты мне поверила? А что ты взяла, что я тебе поверила? Мы идем за ней Пытаемся ее спасти Хотя она все равно умрет Значит, хотя бы поймем убийцу Цинично А, а ты его в музей сдавать не хотел Вот красотища Сохранили же люди в наилучшем виде В наилучшем виде, говоришь, пуговицы Были золотые, стали оловянные Ты не вы... Не выеживайся, французишка Не надо Значит, времена тяжелые у людей были Давай, обряжайся А ну О, похож Сохранили же Веди меня к женщине, которого вы здесь держите. Веди, завалю нахер. Ключ я возьму, ладно? Веди, завалю нахер. Веди, завалю нахер. А вас нигде не заждались? Да мы так-то на своем месте. Резерв изображаем. А резерву? Ни один хрен, где его изображать-то будут. Может, сходите, чайку попьете? По историческим данным, резерв именно тут находился. А ты у нас, получается, большой знаток исторических данных. По наполеоновским воинам диплом защитил. Кстати, у французов на офицерском мундире пуговицы золотые были. Вы бы хоть подкрасили, что ли? Кстати, вы бы лучше за своей перевязью следили. Совсем на соплях держатся. Где? Да вот. Ты дурак? Жанечек, мертвяки нам не нужны. У тебя откуда боевое оружие? Тихо, тихо, сынок. Он же больной, он контуженный. Он однажды на моих глазах. Из мушкета. Старику из ополчения. Он такую дырку в спине сделал. А что, у него справка, таких не судят. Давай, едь, едь отсюда. Едь, все, мы теперь здесь резерв. Смоленск за нами. Так, ну, что? Развлекся, Д'Артаньян? Ну, тогда от фехтования переходим к прыжкам в воду. Что, я? А кто, я? Очнулся, у тыра? Я тебя сейчас обратно в сон погруху. Не-не-не, все-все-все, хорош. Иди лучше башку проверь. А то вдруг сотрясение, иди. Тебе компрессовать? Не, я справлюсь. Сука. А кто такие? Любишь ее? Тебя еб... Ну, что мне с тобой дураком делать? Если попрошу, по-хорошему домой пойти. Не послушаешь ведь. Не. И винов ты вызвать не можешь. Поэтому, старичок, у тебя два варианта. Ты меня либо завали, либо с ней забирай. Мам, ну ты как? Спасибо. Стабильно, паскудно. А ты как? Все нормально. Что-то случилось? Да все нормально, мам. Аккустик, я за последние три месяца такая мудрая стала. Потому что лежу и все время мысли в голове гоняю. Анализирую, выводы делаю. И выводы у меня все-таки толковые. Прямо я хоть сейчас в книгу афоризмов. Единственное, что я могу сейчас полезное делать, это советы давать. Что случилось? Ты всегда знала, что у меня на душе. Ага. Это не трудно было. Ты всегда был очень честный и умный мальчик. Мам, а у тебя с нашими подчиненными всегда были хорошие отношения? С вампирами? С сохранителями. А какие же они подчиненные. И помощники наши, и опора. Разному бывало. Особенно трудно было, когда союз развалился. Кто-то ушел в рэкет, кто-то на рынок шмотками торговать. А кто-то спился. Мало желающих было. За голую идею в хранителях оставаться. И как ты справлялась? А вот так я и справлялась. Кому-то детей в садик пристроила. Кому-то с квартирой помогла, кому-то с машиной. Материально стимулировала. Ну почему? Просто по-человечески отнеслась. Зато когда бандиты город делили, и над нашими с тобой жизнями реальная угроза нависла. То отцы нынешних хранителей и собрались. Мы даже жились. И встали за нас. Неожиданно. Почему? Ожидаемо. Если ты с людьми по-человечески, то и они с тобою по-людски. Действительно звучит, как афоризм. А я о чем? А вот и наш фотограф. Ты вообще попутала, что ли? Давай, давай, подошел к таблетке. Где? Какие мы... Алексей Татаренко! Вы задержаны подозрением в убийстве. Я? Да вы что, смеете, что ли? Вон, ее задерживаете. Это она, убийца. Она хотела травануть меня вон той таблеткой. Паскуда! Сто пятьдесят пять, сто пятьдесят шесть, сто пятьдесят семь. Дедуль, ты что творишь? Я только там что-то разглядел, так ты опять весел со дна поднял. Ну, так я ж волнуюсь, что тебя долго нет. А вдруг, думаю, эта карга старая на тебя своим предчувствием указывала? Тьфу! Чтобы все поднять, надо раз двадцать вернуть. Да нам и этого хватит. А остальное пусть а то тут вот на депозите полежит. Мало ли какая нас еще беда накроет. Молодец, сынок. Фу. Дедуль, кажется, у нас проблемы. Ай-ё. Вот, у него заточенная сабля. Прикусим? Не, не надо. Так порешаем. Так, вы двое быстро на выход, пока я полицию не вызвал? Ну, виноваты все. Ну, ну, слушай, ну так хотелось посмотреть, вот как тут у вас это вот все происходит изнутри. Давай, забирай барахло. Так, а это что у вас? Так, зола Наполеона. Почему здесь? Оно должно быть в обозе на другом конце поля. Ну и будет оно там. Идем. Круто. Это где такой реквизит делают? Ну, где-где. В Москве где. Заказывали там у них. Хорошо, сыночки. Все. Бывайте. Вот. Бескровного вам ротоборства. Вот. Вот. Погодите, так это реальное золото. Ну что, пойдем, Гидорь, пока они не очухались. Перед ребятами неудобно получилось. Надо бы извиниться. Ох. 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 Видишь, какая я послушная девочка, Гриш? Я больше не буду тебя расстраивать. Ты только хотя бы иногда говори со мной, пожалуйста. Ты? Ты как сюда попал сумасшедший? Ты ж меня знаешь. Скажи ему. Что сказать? Ты самый смелый и безумный мужчина в моей жизни. И твой будущий ребенок будет тобой родиться. Это правда. Вы охренели так беременную женщину держать? Угомонись. Вот, проверьте, она вот это мне дала. Сказала, чтобы я выпил. И написала записку, что ухожу из жизни из-за депрессии. Иначе она скажет моей жене, что я насильник. Но ты и есть насильник. Да я же тебя пальцем не трону. Если меня, значит, кого-то другого изнасиловал. Вам же только это и надо, да? Ходите, смотрите на нас, как на куски мяса. Потому что я не помню, как вы на меня в том походе смотрели. Лишь я говорю, она просто больная. Она нашла меня, назначила встречу. И вот начала нести этот бред, что мы ее в походе изнасиловали. А вы? Что? Нет, конечно. Она сама пыталась к каждому мужику в спальник забраться. А что, у меня жена, у меня дети. Я нормальный человек. Да, в общем-то, и остальные тоже. Боли. В смысле? Трое мертвые. Потому что нельзя меня отталкивать. Нельзя. Все наказаны будут, понятно? Все до одного будут наказаны. Все будут наказаны. Все до одного будут наказаны. Просто поверь мне. А не боись ты мы. А тут не деньгами, а золотом. Поэтому, наверное, немного больше. Немного? Сильно больше. Теперь твоя очередь. Сумку вернешь. Спасибо. Если честно, я даже рад, что Ольга Анваровна теперь ваша забота. Крови она нам тут попила. Ну, в переносном смысле, конечно. Это что такое? Вот я у тебя хотел то же самое спросить, только в более народной форме. Она сбежала. Черт. Ой, где нам теперь ее искать? Главное, что Ольга теперь на свободе. Сделка состоялась. Сейчас, Гриф, сейчас. Да, умеет эта баба сюрпризы устраивать. Ну, что ты на меня постоянно смотришь? Я никуда не исчезла. Я просто до сих пор не могу поверить, что ты... что ты выстрелила в человека. Походите. Ну, быстрее! Ну! Стой! Ударь меня по голове. Чего? Или лучше в ногу стряни. В смысле? Быстрее! Не буду я. Спасибо, Бриша. Ольга, Ольга! А я ведь знал, что ты на меня умерла. Я не просто не верил, я это знал. У меня сны снились, как ты приходишь, как ты разговариваешь со мной. И это были необычные сны, это было настолько реально. Оль? Оля! Оль! Олечка! Оль! Практически на месте. Через пару минут увидите свою милу. Марин, у вас кровь? Наверное, давление. Это все нервы. Тут салфетки есть. Что случилось? Нет, извините. Показалось, что повару проскочил. Алло, Анна Петровна, мы уже в Смоленске, а вы где? Как где? Мы вас дома ждем? В отдел едете? Ну, молодцы. Мы тоже скоро будем. Да мы встретимся. Что-то не так. Он везет мать в отдел. Ладно, тогда поехали в отдел, там разберемся. Поехали. Когда это наши бабы подружиться успели? Дедуль, ну так-то между ними гораздо больше общего, чем ты думаешь. Одно поколение, одно рабоче-крестьянское сословие. Помогите! Помогите! Ждал. Ждал. Воги. Явил сварок чудо на порог. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Так, хорошо. Она 10 минут уже без сознания, поэтому я не знал, что с ней делать. Это твое первое правильное действие. А с ребеночком-то все будет в порядке? Узнала одно дитё про другое. И с ребеночком все будет в порядке, и с мамой тоже. Оля. Так, всё, мы ушли. Оля. Оля. Олечка. Олечка. Оля. Оля. Ой, как ты себя чувствуешь? Ты зачем меня сюда привез? Они нам помогут. Чем они помогут? Это же трусливая тварь. Жан. Жан, Жан, Жан! Успокойся, держи себя в руках. Ей ничего не угрожает. А вот тебе надо срочно куда-то скрыться и отсидеться. Понял? В смысле? Я без нее никуда не поеду. Сергей, ты ее нашел? Да. Ты ее спас. Ты герой. А теперь ей нужно дать отдохнуть. Дедуль. Да. Да, да, да. Никому мы ее не отдадим. Никому. Иди, сынок. Ну, сынок, ну я тебе слово даю. Ты ступай. Завтра увидишь свою зазнову. Завтра. Завтра. Оля. Оля, ты дома. Это мы все в порядке. Как ты себя чувствуешь? И мы тебя рады видеть, Оленька. Жанчик, а может, мы пока не будем ей сообщать, что она свободна? Оля, ты дома. Что за архаровцы? Мои люди. А это что? А это все. Сколько взял, столько и вернул. Можешь прямо с портфилем забирать. Ты что, мальчик? Решил со мной крепостью видеться, помериться? До свидания, дядя. У нас с вами больше ничего не связывает. Как быстро растут чужие дети. Возможно, кто-то будет удивлен, но я собрал вас, чтобы извиниться. Зачастую я вел себя по-свински, забывая, что вы та самая опора, на которой держится наш хрупкий мир между людьми и вампирами. Мы с вами делаем очень важное, нужное дело. Делаем его хорошо. Я это ценю. Я, может быть, не всегда это показываю, но я это ценю. С этого дня каждый из вас будет получать очень приличную зарплату. Я надеюсь, такой поворот всех устраивает. Друзья, я в вас не сомневался. Да, еще, если кто-то пострадает, так сказать, на производстве, он вправе рассчитывать на дополнительные выплаты. Нет, возможно, кого-то тяготит бремя хранителя. Если так, вы можете уйти в любой момент. Но тогда, получается, тот, кто ушел, становится простым человеком, посвященным вампирской тайне. А таких людей мы, как вы знаете, опекаем особо. Выбор за вами. Ну и, пожалуй, одних только шокеров нам теперь будет недостаточно. Будем считать это нашим боевым крещением. Милый, привет. Я твою маму привез. Здравствуйте. Спасибо. Почему мы встречаемся здесь? Извини. На секундочку. Я обычной параной не страдаю, но ее мать ведет себя очень странно. Только поэтому? Нет, не только. Еще мне показалось, что у девушки, которая с ней приехала на руке, татуировка с сверблатом. Как у девушки? Ну, сотрудник соцслужбы. Ну что, пошли. Ну вот и мама. Ты рада, что она есть? Да. А тетеньку, которая рядом с мамой, ты знаешь? Это она. Это охотница. Они нашли меня. Андрей Петрович, вы пригласили маму Милу в более уютную для встречи обстановку? А я пока с этим сотрудником пообщаюсь. Хорошо. Пойдем. Милая, иди. Мама ждет. Ты что задумала? Она тебе башку снесет, дура! Все будет хорошо. Иди. Пойдем. 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 А к вам у нас есть пара вопросов. Мила, девочка моя. Ну вот вы и высоединились. Все хорошо. Я не понимаю, какие у Смоленской полиции могут быть ко мне вопросы. Это скорее мне интересно, что наш ребенок делает у вас в городе. Все хорошо? Мила, солнышко мое. В ночь с пятницы на субботу в подмосковном Одинцово погибли сотрудники полиции. Это было хладнокровное убийство, замаскированное под ДТП. Свидетели видели человека, похожего на вас. Прости меня, пожалуйста. Я привела их к тебе. Они мне угрожали. Делали больно. Я... Я умоляю вас, спрячьте ее. Марин, кто они? О чем вы говорите? Ты красивая. Я бы поболтала, но не сейчас. Им нужна мила. Я не знаю, зачем. Не отдавайте ее, вы должны ее защитить. Успокойтесь. Мы с вами в полицию, вы здесь в полной безопасности. Вампир, какого чуваться ты тут делаешь? Это можно считать признанием в убийстве? Я поняла. Тебя девка оборотила. Неужели тебе действительно так жалко каких-то человечишек? Рядом с этой тварью никто не может быть в безопасности. Я никогда не видела человека страшнее, если это вообще человек. И я определенно красивая, только медленно и слабо. Она получает удовольствие, причиняя боль. Она хочет, чтобы ее боялись. Она наслаждается этим. Опишите это все в заявлении. Диана? Пошла ты. Неправильный ответ. Попробуем еще раз. Анна Петровна, у вас все в порядке? Я бью тебя в следующий раз, сучка. Нести ключи от смотровой. Быстрее! Анна Петровна! Анна Петровна! Из дверьки, привет. Анна Петровна! Анна Петровна! Анна Петровна! Что происходит? Услышали грохот, стучимся, никто не открывает. Анна Петровна! Анна Петровна! Ваш сотрудник социальной службы разбила мне нос и выпрыгнула в окно. В смысле, в окно? Там же решетка... была. Таки вот у нас решетки. Все, шоу закончилось, расходимся. Идите по местам. Насчет тату вы не ошиблись. Ей нужна девочка? Милу сейчас нельзя матери отдавать. Ей безопаснее будет со мной. А ты в порядке? Ты что здесь делаешь? Я за вами пошла. Отведите меня к маме. Да, конечно. Спасибо. Почему ты одна? Он будет очень недоволен. Я твой дальний дедушка Хай, а нынче я призрак. Все твои беды от божьей немилости. Пока ее не вернешь, дерьме кататься будешь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok